Продолжение следует... Царство грибов и царство бактерий. Объекты живой и неживой природы тесно взаимосвязаны. Тепло и свет солнца, воздух, вода необходимы для жизни растений, животных, грибов и человека. Благодаря этим условиям они живут и развиваются. Человек — часть природы. Человек дышит, питается, растет, развивается. У него рождаются дети, он умирает. Человек — разумное существо. Только человек может думать, сравнивать, доказывать, убеждать. А еще человеку нужно общество. Будущей частью природы он одновременно является и частью общества. В этом заключается удивительная особенность человека, его место в мире. Общественная жизнь началась с появления человека на Земле. Она возникла, когда древние люди начали объединяться и действовать сообща. Общество — это совокупность людей, объединенных исторически обусловленными формами совместной жизни и деятельности. Частью общества является и народ, которому мы принадлежим. Россия — многонациональное государство. У нас проживает более ста народов. У каждого свой язык, обычаи и традиции, которые нужно уважать. Некоторые народы отличаются внешностью, цветом кожи. Самая маленькая часть общества — это семья. Человеческое общество можно назвать одной огромной семьей. Человек живет среди людей, в обществе. Народ, которому ты принадлежишь, — часть общества. В обществе все взаимосвязано с помощью невидимых нитей. Эти невидимые нити изучает экология. Наука о взаимосвязи между живыми существами и окружающей их средой. Окружающая среда — это все, что окружает живое существо, и с чем оно связано. В одном хозяйстве коровы стали давать мало молока. А то, которое получали, было нежирным. Почему? Потому что клевера, самого полезного, сытного корма для скота, мало. Почему? Ведь клевером засеивали огромное поле, потому что клевер не уродился, опылять его цветки было некому, шмели пропали. Почему? Шмелиные гнезда разорили мыши в земле. Что же делать? Звать на помощь кошек. Кошки переловят мышей, расплодятся шмели, будет кому опылять клевер. Опылится клевер, появятся его семена. Клеверу родится, его накосят и накормят коров. И будет вдоволь молока, до какого вкусного, жирного. Какие связи в природе были нарушены? Мыши разорили шмелиные гнезда, некому стало опылять клевер, клевера стало мало, коровам не хватает корма. Какой выход придумал человек? Позвал на помощь кошек, которые переловили мышей. Люди поняли, что необходимо охранять природу. Многие заводы и фабрики переоборудованы и уже меньше загрязняют окружающую среду. Редкие виды растений и животных заносятся в Красную книгу. Многие страны создают особо охраняемые территории, заповедники и национальные парки. Нужно стараться жить так, чтобы не навредить природе, чтобы она оставалась вокруг нас прекрасной и благодатной, чтобы журчали чистые ручьи, распускались цветы, летали бабочки, пили птицы, и чтобы нам не стыдно было перед ними за себя и свои поступки. Редактор субтитров А.Семкин